Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Мы продолжаем такую культурную нашу линию и поговорим сейчас о очень популярной постановке театра имени Чехова, где спектакль «Мо-мо», ну такая, наверное, главный гвоздь, можно сказать, наверное, театрального сезона. И сегодня в нашей студии режиссёр-постановщик этого спектакля «Интерс Решетинс». Здравствуйте, Интерс. Здравствуйте. Может быть, несколько слов, наверное, о том, почему именно этот автор, который впервые, Себастьян Терри, ставит нас в Латвии, во всем еще в театре имени Чехова, почему вот именно этот автор привлёк внимание и чем он интересен? Себастьян Терри пишет очень остроумно, и он, ну, как я понимаю, на этот день пишет и в жанре абсурда, и это очень-очень такие важные для меня качества, потому что во время, которое мы сейчас находимся, без абсурда, без юмора, ну, никак. Ну, в конце, конечно, это большая сплошная трагедия. Ну, и эти три жанра мне очень-очень важны, и поэтому мы выбрали с Галамазовым худрукома театра вот эту пьесу. У нас была возможность прочесть около 20 или побольше пьес, но мы выбрали именно эту, потому что очень-очень важно говорить, делать диалог со зрителем вот на фоне войны и на фоне ковида, и на фоне всего этого, куда мы идем, да, это вот такая главная часть спектакля. Ну, вот мне всегда казалось, что для театра имени Чехова вот этот жанр абсурда всегда был, ну, как бы, я не помню спектакль вот именно в таком вот жанре, то есть это достаточно такой смелый, интересный эксперимент. Ну, абсурд, это, во-первых, дает свободу, да, ну, если ты делаешь трагедию, тогда все время драма, и грустно, и все плачут, но когда абсурд, тогда ты свободен, ты можешь шутить, ты можешь развлечься, и актеры в театре работают очень-очень качественно, ну, они очень яркие, но они очень-очень талантливые, и мне произошло, извините, нет слов, мне было изначально очень-очень трудно их переубедить, да, о, извините, переубедить, да, да, спасибо, их, что надо именно вот так, например, у нас там есть спектакли, ну, гении, да, ну, Бах, Дарвин, Фрейд, ну, еще там остальные, например, Дмитрий Палец играет Баха, у него нет ни одной буквы, и он приходил на репетиции вот такой угрюмый, все ему не нравилось, ну, Интерс, ну, не надо, ну, отпусти ты меня, ну, что я тут делаю, ну, вот, но я его не отпустил, и я сказал, Дима, надо, и вот все эти задания, которые я ему предлагал, ему ничего не нравилось, а когда он сыграл на премьере, он почувствовал, что это работает, и он любимец публики, да, сразу изменился даже и характер, и походка, да, вот такое есть театр. — Волшебная сила искусства, в прямом смысле, даже действует на актеров. — Ну, вот интересно, что Интерс, вы же актер, долгие годы актер театра Дайласа, и вот насколько, будучи актером, вот ваша, ну, то есть вы знаете, как бы, актерскую кухню всю изнутри, да, и вот насколько это помогало, ну, вот в общении с актерами, то есть как будто бы вы, с одной стороны, режиссер, а с другой стороны, вы, как бы, один из них. — Ну, у меня два диплома, я закончил Академию культуры в Латвии здесь, и изначально, когда я начал делать спектакли, я еще работал актером, ну, после, я не знаю, три-четыре года прошло, я так понял, что на двух креслах не можно усидеть, и я пошел только в режиссеру. Ну, сейчас уже я чувствую себя нормально, как режиссер, и что я, ну, а те, уловил, то, что я свободен, мне не надо никому понравиться, я могу уже говорить то, что я хочу, и как я это вижу, как я этот мир чувствую, и я достаточно созрел, я так думаю. — Насколько сложно работать с актерами, может быть, на другом языке, но, то есть, вот, все-таки вот то, что... — Ну, самое сложное, не только работать на другом языке, но и я сам сыграл четыре спектакля, потому что актер Игорь Черневский заболел, у меня вообще премьера была 18-го, должна состояться 18-го февраля, мы перенесли дату на 8-е марта, ну, типа праздник, да, но Игорь еще больной, и я принял решение, что, ну, этот рассказ надо рассказывать зрителю, и второй раз никакой отмены не будет, и я сам сыграл, я бы с удовольствием сам бы посмотрел этот спектакль, потому что я не видел, я только отзывы читаю, или кто-то позвонил и сказал, интересно, да, и очень интересно, да. Но это уже второй раз, когда я в этом театре работаю, самое главное, что мы говорим на языке искусства, и это нас объединяет. Опять-таки вопрос, насколько вот этот жанр абсурда, он вам лично интересен, и вот насколько вот вы находите в нем какие-то возможности вот действительно рассказать о проблемах другим, может быть, языком? Ну, почему у автора только написаны четыре роли, да, и я добавил еще восемь или девять, уже не помню. Ну, они там меняются, да, актеры. Ну, потому что абсурд – это жанр, я уже повторюсь, который дает свободу, но он и дает силу, и ты можешь не только коллег, артистов, актеров и зрителя, но и сам себя по арстекту удивить, так говоря, да. И это очень-очень интересно. По-моему, это одна из время репетиций, которую я поставил, не знаю, 10-15 спектаклей, но это был вот такой, что ты мог абсолютно спокойно шалить, абсолютно спокойно придумывать какие-то вещи, которые, ну, нормально, типа спектакль по жанру нормальном, ну, там, драма или комедия чистая, да. А здесь, когда у тебя есть возможность соединить жанры, да, это очень-очень интересно. Ну, там, океан очень, ну, глубокий, глубокий. Ну, а зрителю не сложнее воспринимать такие глубокие океаны и абсурд, которые, в общем-то, не каждому может зайти? И ваши хулиганские эксперименты могут просто не понравиться, не быть понятны? Очень хороший вопрос, кстати. Вот у меня уже два человека написали, что спектакль понравился, но не все понял, я приду второй раз. Да, и знаете как, вот время идет, а хочется что-то сделать и для себя. И вот этот спектакль, я, в принципе, я поставил своему папе, который умер недавно, да, и я сказал себе, давай, Интерс, не бойся, делай, как ты чувствуешь, да, и это такой памятник моему отцу, и это дало мне такую свободу, да, и уже, ну, извините, дорогие зрители, ну, это уже на втором плане. Актерам понравилось, театр доволен, и я счастлив. Нет, получается, именно вот это тот момент, когда художник-творец, он, в принципе, не пытается угодить, ну, вот, как бы зрителю, а пытается дотянуть вот зрителя до каких-то своих, ну, вот мыслей, то есть это, в принципе, достаточно ведь тоже рискованный момент, потому что иногда бывает, что театры пытаются, ну, вот, как бы заигрывать зрителям, давать какое-то такое зрелище, развлечение. Либо, наоборот, веками, можно сказать, проверенный материал, всю классику того же самого Шекспира, не переделывая, не перенося ни в другое время, ни на другие события. Интерс, вы несколько лет назад в одном из интервью назвали театр «Большой ложью». Так оно и есть? Да, до сих пор вы так и считаете. А кино, кино еще, вранье такое, я очень люблю врать, и на сцене, как актер, я врал много, тысячи раз, и как режиссер, но вранье это в другом смысле, мы же актеры, режиссеры, мы же делаем, как бы, жизнь, но это же игра, да, это ложь, ну, такая белая ложь, но это очень-очень творческая затея, это поверить в обстоятельства, поверить другого человека, да, ну, это, ну, болезненно немножко так, и осторожно с этой профессией, потому что я знаю некоторых коллег, которые уже на старости, немножко все время такие играют, да. Имейте в виду, что постоянно притворяясь, человек теряет себя и продолжает играть уже в обычной жизни, и в какой-то момент теряется, кто я, где я. Ну, бывают такие случаи, да, конечно, это тоже очень интересно смотреть и наблюдать, и думать про это, потому что профессия, ну, например, в Латвии, в школе тебя учат к тому, как попасть в роль, а как видите из роли, никто не учит, да, и это очень большая проблема. А я знаю, что в интервью одной вот актрисы, они говорили, что когда она готовилась вот к роли Лизы Макбет-Мемценского уезда, за два дня уже с ней боялись родные разговаривать, потому что она вот, она остановилась вот этой вот... Могла убить. Могла убить. Кто эта актриса? Хочу с ней работать. Но это Гундарева, она, к сожалению, уже ушла из жизни, да, это Наталья Гундарева была великая. Вот, супер, вот это, это по-настоящему, потому что, когда идут генеральные репетиции, да, это рождение ребёнка, и этот остальной мир не существует вообще, всё, ни папа, ни мама, ни дети, ни муж, ничто, только вот работа. Ну, это очень-очень сложная профессия, да, да, да. Вот, говоря о сложной профессии, что ещё можно, вот, ну, каждый раз, я понимаю, ведь это вызов для режиссёра, вот есть пьеса, есть актёры, создать что-то, чего не было раньше на сцене, хотя кажется, что, ну, вот пространство сцены, занавес открывающийся, вот что, чем можно удивить зрителя, чем можно вот его поразить, как заставить его поверить в то, что актёры притворяются, но вот что, чтобы они забыли об этом, что актёры притворяются, что вот эта жизнь, которая идёт на сцене. Ну, я, наверное, своим текстом что-то испортил про свою профессию, но это не такая ложь, в другом смысле ложь. Но привлечь зрителя и привлечь актёра, поверить в обстоятельства и в то, в тему, что мы играем, есть только один ключ, по-моему. Если ты эту работу актёрскую или режиссёрскую делаешь по-настоящему, если ты веришь в неё, тогда и есть ответ на вопрос, да. Потому что, ну, если ты пришёл играть спектакль, а, опять это спектакль, опять это роль, а, тогда это, вот это ложь. Ты лжешь сам себе, ты лжёшь коллегам, зрителям, и это чувствуется. А когда ты, вот, играешь со своей душой, ну, открытым таким, да, и ты веришь в эту ситуацию, вот тогда и происходит чудо. И тогда забавно зрителю смотреть, что спектакль рождается здесь, сегодня, именно для него, для зрителя. И поэтому это живое искусство, да, поэтому вот у нас и в Латвии, и повсюду, и в Лондоне, и в Америке, везде есть вот театральная такая культура, да. Вот это живой нерв, это совсем другое, что кино, да. Кино — это сестра театра. — Говорят же, вот есть даже выражение «слышно, как муха пролетит», вот когда вот этот момент магии, когда можно выдержать паузу, и весь зал, вот, оцепенев, молчит и смотрит, вот что сейчас произойдёт. — Вот это самая-самая высокая оценка работы актёра, да. — И в этой связи я не могу не спросить, давно мучаюсь, буквально с начала нашей беседы. — Держитесь, давай. — Века, да, века, буквально тысячелетия, там, с Древней Греции, театр. Комедия и трагедия. Комедия на потеху публике, трагедия, ну, скажем так, воспитание чувств, тот самый катарсис, переживание, очищение и прочие подобные вещи. Чему служит абсурд? Все вот эти вот в ожидании, Гадо, Мома и так далее. Кроме как ломает мозг, ну, зачем? — Я думаю, что абсурд нужно ставить тогда, когда ты сам созрел, когда ты понимаешь, что с этим жанром надо делать. Я не знаю, мне удалось или не удалось, но я получил большое удовольствие. Но вот вы говорили там в прошлом, там, комедия или трагедия, да, два жанра и где-то абсурд. Там же нужен был режиссер еще тоже, да. И если ты умеешь вот соединить два жанра, получается не только комедия, не только трагедия, но и парадоксально абсурдной ситуации. Конечно, очень важен и автор, да, какую мысль он предлагает, да. Но вот, к сожалению, я думаю, что век режиссера немножко уже уходит, но все равно, все зависит от режиссера, как он эту пьесу поставил. Если есть у него что сказать про тему, есть... Он должен почувствовать все жанры, и не только жанры, которые находятся в пьесе, но и жанры, которые на улице находятся, да. И тогда очень интересно вот сделать свою интерпретацию рассказа, как я старался сделать спектакль «Момо». Извините, очень трудно говорить, я переводчик от латышского к русскому. Вы прекрасно говорите. Конечно. Я бы точно так не выразился даже на родном языке, честное слово. Хорошо. Вот опять же, сбили мою мысль. Я такой. Ну, ладно, ладно, мы тоже непростые. Чувствуется, да. Ваше прочтение. Вы сказали вам, важно, не про вас речь, именно про режиссера, то, что вы говорите, что, возможно, роль меняется режиссера, как раз-таки это хотелось бы спросить. Опять же, оставим в покое классику. У них уже не спросишь, что ты имел в виду. А современные авторы, с ними как-то можно пообщаться, созвониться или написать электронное письмо, где-то найти на Фейсбуке и так далее. На ваш взгляд, почему важно именно режиссерское прочтение, изменение текста, который тебе дают готовым? Ну, казалось бы, вот я написал набор букв, в скобках поставил пометки, как я, как автор это вижу, какое право режиссер имеет на свое прочтение, если ему уже дается вот прям все готовое. Кушать подано. Ну, условно, да. Да. Второй хороший вопрос, спасибо. Супер. Ваши вопросы тоже хороши. Две части ответа. Во-первых, спектакля «Момо» у меня тоже были проблемы с автором, потому что изначально я уже знал, что я буду делать крик во двух действиях. Ну, у нас жанр, большой-большой жанр. Абсурдно-комическая трагедия или, ну, точка, или крик во двух действиях. И я поставил вот три эти знаки, как это называется на русском, не выучил за три месяца, когда работал. Иссалкум, азиима, как это? Воскресательный знак. Ну, очень сложное для меня, сложное слово. Вот, и я должен был согласить с автором. Почему, он спрашивает, почему ты поставил? Я говорю, потому что это крик. Куда мы идем? Куда мир катится, да? Второе. Я должен был согласить список. Почему я там поставил других актеров, ну, других ролей. Да, вы же ввели своих персонажей в чужую пьесу. Да. Взял бы свою, написал. Ну, это я тоже делаю. Но сам для себя, конечно. Вот, и тоже вопросы от автора. Почему ты же испортишь мою миссель? Вот, это вопрос, что авторы сейчас стали очень сильны. Потому что, вот, автор очень-очень-очень храбрый, смелый и очень важно себя чувствует. И он прав, конечно. Но я все равно считаю, что бог режиссер в театре. И я наконец-то почувствовал себя богом. Потому что театр, где я работал, Михаил Чехов, Рикс Крио театр, и вот вся руководство, вся труппа, все артисты дали мне зеленый свет. И я, как миротворец, там, творил чудеса. Ну, не знаю, как получилось, я повторюсь. Ну, это такая предельная степень доверия. Да, вот-вот, и это очень важно художнику почувствовать, что тебе доверяют, да. Я немножко ушел от вопроса. Вот, первая часть, эти три знака, Момо, потом эти гении, да, которые я ввел в спектакль, и тени, еще там танцоры. Потому что это большая сцена, и мне нужен был состав немножко другой, чтобы выразить ярче свою миссель, свою затею. Я должен был писать во Францию ему письмо. То есть, с его разрешения только, да? Да, и я его переубедил. Так что он, правда, сказал, что после ковида он обязательно прилетит посмотреть. Ждем. Да, обязательно ждем. Конечно. Я уже купил шампанское. Что дальше будет? Я имею в виду, какие-то есть еще предложения новых проектов в театре? Из новых пьес, не знаю. Вопрос о творческих планах. В каком театре? Да, во всех, да. Во всем. Есть, есть предложения. Есть, я буду работать в Латвии с радио Венс. Ну, ваши коллеги, там есть радиотеатр. Я уже буду третий раз там поставить пьесу в радио. Этот жанр до сих пор у вас требует. Да, и супер. И мне так очень нравится, потому что актер с голосом должен сделать роль. Я там помогу, и звукоинженер поможет там потом монтаже, сделать звук и обстановку. Да, но это восприятие только на голос. Только с голосом. И вспоминается хрестоматийная история с Гербертом Уэллсом с Войной миров, когда на BBC были радиоспектакли. Вот, вот, вот. И народ перепугался. И жители Лондона, да. Поверили, что высадились инопланетяне, и прямо... Была паника в городе. Ну, слава богу. Это Урсен Уэллс сделал. Но вот информация есть большая сила. Мы же видим, что происходит, да. Ну вот, в радио буду ставить «Датце Рукшана Криева Аада». Очень славный роман. Я не знаю, наверное, не читали? Не читали. Но «Датце Рукшана», конечно же, именно. Ну, конечно, есть предложение от Даны Бёрк еще, может быть, на следующем сезоне. Ну, посмотрим, куда мир покатится. Сейчас будем ставить «Райниса», да, классику латышскую. Это тоже забавно. Такой опять, опять будем делать такой шикарный, большой, большой спектакль. Постановка большая там. Очень-очень. Идея есть, надо только зеленый свет на «Луксофоре» получить и идти вперед. Ну, есть приложение, тоже есть переговоры с Шапошниковым, с «Долгополса», с «Лепая». А «Куклыни театр» после ремонта приглашают меня работать. Это тоже такой опыт будет в первый раз. Да. Ну, понимаешь, я всем плачу, и поэтому и так происходит. Шучу. Что у нас со временем? Да, нам показывают, что пора закругляться. «Интерс Режетинс» был сегодня в нас в гостях. Опять-таки, еще раз напоминаем, что «Мо-мо» – главная, наверное, такая большая премьера сезона в Театре имени Чехова. Можно посмотреть ближайшие буквально 27 марта, 1 и 2 апреля будут спектакли. И 27-го я играю в последний раз как актер. Я больше не буду играть. Вот такая возможность уникальную видеть. Надо спешить, конечно же. И потом второй состав будет. Игорь Чернявский и Галя Российская. Так что приходите, ребят. И делая анонс «Мо-мо» с тремя восклицательными знаками в названии, все-таки уместно прокричать «Мо-мо!» «Мо-мо!» Все в театр. «Интерс» огромное спасибо вам. Спасибо вам. Вы слушаете Радио Болтком.